Сразу же в первый же день раскуплен, это был большой бестселлер. Ну а сегодня еще исполняется 66 лет Эмиру Кустурицей, 79 лет ведущему КВН Александру Масляку. Вот такие интересные поздравления, даты и события. Ну а еще в Турции день учителя, ну что нам до турецких учителей, если мы хотели бы узнать, как будут обстоять дела у наших латвийских учителей, получат ли они прибавки к своему жалованию. И вот как раз таки сейчас в Сэйме происходит принятие бюджета на 2021 год. И у нас на прямой связи глава финансовой комиссии Сэйма, депутат Сэйма для развития ЗА, Мартинч Бондарс. Здравствуйте, доброе утро, господин Бондарс. Доброе утро. Как происходит, я понимаю, что ведь этот бюджет очень и очень сложный, он принимается во времена пандемии, когда, ну действительно, это такие чрезвычайные ситуации, чрезвычайные обстоятельства. И насколько вот это, я понимаю, что и часть депутатов, наверное, работает удаленно, используя ее управление, возможности. Вот насколько вот это принятие этого бюджета действительно особенное? И в чем его особенность? Нет, ну принятие этого бюджета очень особенное, потому что в этот период, когда люди фактически испытывают очень большую неясность насчет будущего, бюджет это что-то ясное, и потому и настолько много и фокуса на этот бюджет, это нормально. Я понимаю, что политические партии, которые шли в Сэйм, они шли со своими обещаниями, со своими какими-то приоритетами. Вот как происходит во время обсуждения отстаивание, я понимаю, каких-то своих интересов партиями? Потому что вот Равис Зинтерс, по-моему, совсем недавно в интервью сказал, что хороший компромисс – это когда все остаются немножечко неудовлетворены. Да, я скажу так, насчет обещаний, я не помню, что кто-то обещал, что эти обещания будут выполняться в течение такого кризиса, мирового кризиса, как сегодня. И это означает, что коррекция должна происходить, но политики должны тоже объяснять свои коррекции. Ну вот если говорить сейчас про проект бюджета, который сейчас обсуждается, что касается, я понимаю, всех интересуют какие-то пункты, что будет с учителями, что будет с медиками. И те самые такие вот слои общества, профессии, которые, с одной стороны, всегда их благодарят, им говорят слова благодарности, но, тем не менее, они остаются немножко обделенные зарплатами, недовольные. Не, ну очень важно то, что медикам прибавляется 183 миллиона на зарплаты. Это очень важно. Очень важно, что учителя получат больше, очень важно, что тоже добавляется, ну скажем, лекторам, профессорам вузов. Так что, так что, ну если так, ну так, голопом по Европам, то это и так. Вот в недавнем интервью, по-моему, программе «900 секунд» вы говорили, ну если я не ошибаюсь, вот за точность цитаты, что сейчас вот при бюджете нужен скальпель хирурга, а не топор мясника вот в мясном павильоне. Могли бы вы как бы пояснить, вот что имелось в виду? Да, я, я фактически, у меня был задан вопрос, вопрос, ну вот, во время этой пандемии есть какие-то люди, которые не получают, ну да, и так и есть, не получают, ну скажем, ту помощь, которая нужна бы была. И, ну, конечно, политики работают с макроситуацией, а очень часто у нас микроситуации, и потому и макроситуации можно с топором работать, а если, если хочешь дойти до каждого, тогда нужно скальпель. Ну, как-то так, это, ну, я примерно эту ситуацию вам рассказываю, это был такой вопрос, мне казалось, что вот такой ответ надо было дать. Но вот если говорить про действительно скальпель, потому что сейчас очень многие, буквально сферы услуг и бизнесы, такие как ресторанные, гостиничные, туристические, испытывают очень тяжелые времена, и если в первую волну была помощь правительства, то сейчас вот ситуация еще более усугубилась, потому что, ну вот, она затягивается, и как-то непонятно, чем она завершится. Вот как вы считаете, нужно ли помогать бизнесу, и в каком объеме конкретно, в каких ситуациях? Во-первых, во-первых, конечно, ну, вся, весь ресурс должен, ну, или большинство ресурсов должно идти, чтобы, чтобы спасать людей, это самое главное, спасать жизни, спасать людей и так далее. Во-вторых, нужно помогать людям. Во-третьих, да, нужно помогать той части экономики, которую мы думаем, которая выживет, потому что есть части экономики, которые в таком образе не выживают. И это уже сегодня ясно, потому что мир меняется. И трудная задача у этих политиков понять, какая будет будущее. А вот какая часть экономики не выживет, ну, вот если, хотя бы в общих чертах? Ну, я как пример могу вам сказать, что, например, часть гостиниц в Штатах уже, ну, дают свои помещения бизнесу, чтобы могли, ну, скажем, от номеров гостиниц, ну, скажем, ежедневные операции, или ежедневные, скажем, работы или заботы бизнес делать. Потому что дома, ну, все же знают, там, дети, другие, там, кошки, собаки и все остальное, и не всегда можно настолько концентрироваться. Ну, человек идет в гостиницу и, ну, скажем, и нанимает номер, и из этого номера делает все свои необходимые рабочие дела. Но это, скорее, такая, может быть, временная мера, или вы не надеетесь на то, что когда-нибудь вернутся времена, когда люди будут снова активно путешествовать, и гостиницы будут, ну, востребованы именно как места для туристов иностранных? Ну, знаете, знаете, во-первых, ну, например, например, руководители больших компаний понимают, что больше не надо ехать в какое-то место на встречу одного часа, если есть настолько хорошие возможности отдаленной работы. Ну, не будут больше такие бизнес-трипы, так если мы можем назвать, где очень на короткое время люди летают или едут, чтобы встретиться и чтобы пообщаться. Это общение будет, как мы с вами, через интернет. Да, если бы я ехал на RadioBot.com, я должен был въехать в 7.20 утра. А сейчас пришел в 7.58, включил, и все происходит. То есть технологии, они изменят мир и, может быть, сделают ненужными какие-то виды бизнеса? Ну, да, но те шаги, которые принимаются в этот период, скажем, во сфере технологий, они поменяют мир и уже поменяли мир. И, конечно, мы как общество должны приспособиться к этому, потому что не мы, как Латвия, а трендмейкеры. Но вот если вернуться все-таки к бюджету, я думаю, что вы будете больше себя хвалить, потому что, в принципе, я даже удивился, оппозиционный депутат Андрей Клементьев, выступая недавно на латвийском радио, как раз-таки сказал, что ему очень... Им поймал, что он действительно удовлетворен тем, что, как работающий в социальной сфере, это вот его была цитата, что очень большие деньги, там называлась сумма в миллионах евро, которые пойдут именно людям, и что это действительно позитивные очень вещи. И, в принципе, вот когда хвалит даже оппозиция вот эти проекты бюджета, насколько это говорит о чем-то? Ну, это, как уже я говорил, очень важно, что сегодня мы способны спасать жизни, мы способны давать медицине, мы способны ту социальную помощь предоставить, которая необходима. Это очень важная часть в это время. Потом, конечно, важная часть – это вопросы экономики. Это тоже очень важная часть, потому что жизнь не заканчивается. Мы должны жить дальше. И найти тот баланс – это, ну, да, это, ну, скажем, задача правительства. И они знают, что другие страны делают, и они знают наилучше, какой микс, ну, возможен для Латвии. Мы, конечно, как парламент можем это все, ну, как совет смотреть, что они делают. Ну, такой оппортивная работа – это работа правительства. Потому что вот я вижу, что предусмотрено, по-моему, от вашей партии было как раз внесено предложение выделить большие деньги на борьбу с онкологическими заболеваниями. Там достаточно тоже на закупку оборудования. И вот педагоги, медики и многие другие позиции. Но вместе с тем я понимаю, что ведь необходимо откуда-то брать тоже деньги. И учитывая вот то, что в экономике будут достаточно большие сложности из-за ковида, из-за пандемии, я понимаю, что момент, который касается наугообложения творческих работников и самозанятых лиц – это одна из таких больных тем, которая даже вызвала недавно и выступления, и на Домской площади происходили акции. Вот как вы считаете, насколько здесь необходимы вот эти изменения? Ну, там вопрос, те, которые художники – это одно. Те, которые скрываются, что они художники, но не художники, а просто не хотят платить налоги – это другое. И, конечно, когда приходит кризис, те, которые не художники, но тоже художники, приходят, скажем, в государство и говорят, «Помогите бедному». Но если не платил социальные налоги или социальное страхование, очень трудно помочь. И, конечно, то, что правительство делает, они пытаются эту ситуацию как-то изменить. Но я говорю, тут скальпель и топор. А вот как отличить действительно художника от не художника? Есть ли какие-то критерии, по которым определяется, кому оказывать помощь, а кому нет? Ну, нелегко, конечно. Я надеюсь, что те, которые художники, отличаются от не художников, финансовых художников и так, но, знаете как, непросто. Я скажу так, что задача правительства, задача тех людей, которые работают в этой сфере, непроста. Конечно, очень хотелось бы, чтобы очень точно это получилось, но иногда не получается. Вот если мы говорим уже не про художников, а про государственных лиц, вот насколько сейчас увеличение зарплат все-таки и в администрации президента, президенту и депутатам Сейма, они отвечают в этой сложной ситуации? Потому что я знаю, что даже, по-моему, было письмо, вот вам направлено, где попросили не делать этого и оставить вознаграждение президента без изменений. Да, я хочу всех успокоить, что фактически зарплата депутатов не повысится, что депутатов это не касается. То, что президент изначально спросил и сейчас пишет письмо, это все ясно. И, конечно, мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации. Конечно, бюджет из-за этого на стоп-кран не положим, но президент свою волю сказал. Сейчас я просто объявлю телефоны прямого эфира 6212-93-9, 6213-93-9. Я вижу, что приходят уже вопросы на WhatsApp, его номер 2-300-6191. Депутат Сейма от Партии для развития ЗАИ, глава финансовой комиссии Сейма Мартинч Бондарс, у нас сегодня на прямой связи. И мы говорим, вот сейчас еще обсуждаем, как раз-таки вот сейчас принимаемый у нас проект бюджета на 2021 год. И известно, что он будет дефицитным. С дефицитом и... Так, вот у нас, я не знаю, господин Бондарс, есть на связи или у нас что-то случилось со связью? Да. Алло, есть сеть? Все, все есть, да? Я надеюсь, что все в порядке. Все в порядке, да. Я просто хотел спросить, насколько дефицит бюджета является серьезной, не знаю, угрозой для государства, потому что вот господин Зилле даже выступил с критикой министра финансов за то, что у нас будет такой дефицитный бюджет и говорит, что это не то время сейчас как раз-таки для того, чтобы стремиться стать лидерами по дефициту бюджета. И, в общем, достаточно такая была в сторону господина Рейлса такая жесткая критика. Он критиковал не потому, что будет дефицит, а он критиковал, что слишком маленький дефицит. И что Латвия, ну, скажем, в лидерах Европы между теми странами, у которых маленький дефицит. Ну, вот тогда разъясните, почему плохо, что у нас маленький дефицит? Ну, конечно, это вопрос очень важный. И это вопрос того, ну, как правительство смотрит на те лекарства, которые нужны Латвии, чтобы выйти из этой ситуации? Это уже вопрос министерства финансов. И ни одного человека, ни господина Рейлса, который министр финансов, это целые команды работают на это. И, конечно, ну, мы должны ответить на этот вопрос. Трудно, я понимаю, нелегко. Кому-то покажется, что дефицит слишком маленький. Есть люди, у которых кажется, что дефицит слишком большой. Еще вот один вопрос, который пришел к нам вот как раз-таки на WhatsApp, на номер 2306191. Спрашивают о том, что почему до сих пор не заявляется ни о какой поддержке сферы организации мероприятий. Дело в том, что сфера эта тоже пострадала не меньше, чем туризм и прочее. И первое, что запретили, это проведение массовых мероприятий. Здесь пострадали очень много людей, не только ведущие, организаторы, технические работники. И вот эта сфера, почему она не включена в список поддержки? То есть практически получается, что эта индустрия развлечений может не просто пострадать, а практически прекратить свое существование. Вот такое вот выражает опасение слушатель. Ну, конечно, я вам точно не отвечу, которые сферы, сколько евро получили в этот момент. Это, конечно, вопрос правительства, но то, что поддержка сферам по всему полю была, это ясно. То есть, ну, конкретно не можем ответить, но... Ну, там вопрос, конечно, вопрос насчет одной сферы, важной сферы. И это очень легитимный вопрос, но, конечно, вопрос, вопрос, что сделал правительство. Ну, точно на каждое евро я не могу в этом утром ответить, мне тогда нужно подготовиться. Ну, есть надежда, что в этой сфере тоже будет уделено внимание, потому что обычно называют вот туризм и ресторанный бизнес как самый пострадавший, а тем не менее вот есть, ну, действительно, те, кто организует мероприятия, массовые какие-то мероприятия, концерты, там, проведение там и другого, и там, ну, действительно пострадали. Хорошо, но вот что с помощью для родителей? Вот здесь я знаю, что тоже, опять-таки, депутаты вашей партии выступали для развития ЗАС с предложениями о том, чтобы молодые родители могли получать пособие, пока они не работают и находятся по уходу за ребенком. Это будет реализовано? Ну, знаете как, пока бюджет не принят, не знаю, это уже воля 100 депутатов. Мы, конечно, будем защищать то, что, конечно, родители могли получать те пособия, чтобы, ну, скажем, могли и жить, и воспитать своих детей. Ну, да, потому что, в принципе, демографическая политика, она очень важна на фоне такого общего падения рождаемости, и многие говорят о том, что у нас в стране не оказывается, ну, достаточной поддержки молодым родителям, и как раз вот эта инициатива, чтобы, вот если ребенок до трехмесячного возраста, они могут даже работать, по-моему, неполный рабочий день и получать вот пособие в размере 100% от зарплаты. А вы, в свою очередь... Знаете, всегда нужно сравнить с другими странами. В одной очень развитой стране живет одна моя знакомая, которая, ну, от работы ехала в роддом рожать, ну, в принципе, это уже было, ну, тут-тут-тут-тут-тут. И ее начальник подошел к ней и говорит, я надеюсь, тебя завтра увидеть на работе. Ничего. Не-не, я не говорю, что в Латвии так надо. Я говорю, что есть такие примеры. Понятно. Ну, а с другой стороны, вот вы выступили с поддержкой, инициативой поддержки профессиональных спортсменов. Вот почему вот именно спортсмены в вашей сфере заботы? Знаете, потому что сейчас получается так, что они должны искать возможности, чтобы получить свои денежки. Понятно то, что у них продуктивная жизнь несколько лет. В течение этих лет они получают больше зарплату. Если они, скажем, не могут накопить денег, то, конечно, их будущее в опасности. Потому и, скажем так, они должны заплатить какую-то часть налогов и тогда позаботиться о себе. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Мартин Шубондарсу. Доброе утро. Только подключился, извините, у вас министр какой-то? Нет, у нас глава финансовой комиссии Сейма, депутат Сейма от партии для развития ЗА. Мартин Шубондарс? Да. Извините, прослушал. Мартин Шубондарс, такой вопрос тогда. Будет ли снижение конкретно у депутатов зарплаты или у министров, так как у вас зарплата привязана к минимальной зарплате? И вы, когда понимаете себе зарплату, говорите, в частном секторе зарплата растет, и нам зарплату надо поднимать. Сейчас конкретно в частном секторе зарплаты всем режут, всех падают. Нету спроса, нету сбыта. Посмотрите, вчера был в Акрополе, просто пример. Миллионы туда вложили, в этот магазин. Я просто в шоке, насколько он пустой, и чем там будут платить тем же самым продавцам зарплаты. Понятно, спасибо. Вот вы, вам, в министерстве, в министерстве зарплаты будете снимать? Ну, здесь вот вопрос о том, если падают зарплаты в стране, насколько мы всегда, в принципе... Мне кажется, что я уже ответил то, что депутатам зарплаты не повышается. Я бы сказал, что многие, те, которые в сфере правления или в сфере государственного правления, они работают сейчас больше часов, чем перед этим. Это бы, ну, тоже как-то вопрос такой, нужно ли этим людям платить за то, что они уделяют свое время, своей энергии, свои знания, чтобы в течение этой пандемии, ну, скажем, остальным было бы жить лучше. Это вопрос. Потому что, потому что это всегда такие тонкие вопросы, символические вопросы. И нам, нам, как депутатам, нужно, ну, в них разбираться. Да, но все-таки вот работа, работа на удаленке происходит сейчас у большинства депутатов. Ну, то есть, насколько используется возможность удаленной связи? Ну, используется. Я должен ехать в парламент, потому что, потому что я докладчик бюджета, и если какие-то прорывы в интернете, то это моя ответственность. Если парламент, то это, я в парламенте, то интернет должен быть, ну, скажем, стопроцентный, и если какие-то проблемы, то это проблема парламента. Так что я не хочу ставить под удар бюджеты и еду на свое рабочее место. Иначе я бы мог работать из дома. Но интернет иногда, иногда шатается. Рабочее место. Насколько здесь необходимо ношение маски? Просто вас упрекали в какой-то момент за то, что вы на одной из фотографий в Твиттере были без маски, когда другие стояли в маске. Знаете, есть правила. Правила не запрещают стоять в маске, и правила не говорят, что нужно носить маску на рабочем месте. И, ну, эти правила я, ну, скажем, исполнял. В проекте бюджета предусмотрено почти 9 миллионов евро выделено общественным СМИ для того, чтобы они могли уйти с рекламного рынка и для общественного заказа коммерческих СМИ. Вот как вы считаете, насколько действительно оправдано то, что общественные СМИ не должны заниматься рекламой? Это такая политическая установка, с которой, ну, скажем, пришло много депутатов в этот СМИ, что общественные СМИ должны уйти с рекламной сферы и только вещать без рекламных пауз обществу. Но это была такая установка, и сейчас эта установка выполняется. Спрашивают наши слушатели, пришел, значит, ответ, вопрос на номер 2306191. Почему зарплата депутатов равна четырем средним зарплатам? Почему именно четыре? Но есть ли какое-то обоснование или эта цифра, я понимаю, ну, там, смысл вопроса взята с потолка? Знаете, есть вопросы, на которые я не могу ответить, это один из тех. Понятно. Надеемся, что вы сможете ответить на следующий вопрос, потому что он касается конкретно вашей партии. Будущей партии для развития «За» известно, что, ну, все-таки, в часть вот депутатов этого объединения даже выступали за вашу, ну, за отставку снятия с главы финансовой комиссии Сейма. Вот насколько вы видите будущее этого объединения, несмотря на то, что оно хорошо выступило на выборах в Рижскую думу? Я всегда считаю, что если люди могут между собой разговаривать, то есть будущее. Если они не говорят, а воюют только, то будущего нет. Мы говорим. То есть у вас, в принципе, идет дискуссия в партии, и это... Да, ну, вот вопрос, ну, там есть, конечно, разногласия насчет каких-то вопросов. Но это сейчас, скажем, у нас такой рабочий период, как жить дальше. Будет ли, как бы, известно, ну, причины в этих разногласиях, или вы считаете, что это внутрипартийное дело? Ну, знаете, есть вопросы, где, ну, скажем, у нас мнения расходятся. Но это нормально. Это, я не знаю, таких людей, которые 100% одинаковые, даже близнецы одинаковые, но не одинаковые. Ну, мы тоже говорим, как лучше. И это такой важный период для нас, потому что, ну, да, сейчас очень скоро будут выборы на самоуправлении, и нам нужно, нам нужно выяснить, ну, как же мы будем выступать на эти выборы. 6212-93.9, телефоны в студии, еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. У меня к вашему... Мартинч Бондарс, напоминаю, глава финансовой комиссии САВИДА. А я знаю, у меня к нему два вопроса. Первый вопрос находит. Господин Бондарс, вы только что сказали о том, что финансирование ухода с общественных средств рекламного рынка, это сделано потому, что с такой идеей или с такой программой пришли некоторые партии. И это правильно. Но некоторые партии пришли с программой так называемой 3 по 500. Но ничего в бюджете этого нету почему-то. Вот скажите, пожалуйста, почему. Это первый вопрос. И второй вопрос, если человеческого плана. Скажите, пожалуйста, как вы лично относитесь к тому, что гражданин Латвии, находящийся под уголовным преследованием, становится депутатом Сейма. Не просто депутатом. А начинает руководить серьезными комиссиями. Финансовой, комиссией юридической. Там камень из какой-то комиссии тоже руководит. Как вы к этому относитесь? Как человек. Спасибо. Так, ну такие острые пошли вопросы. Ну отлично. Мне нравится острота, то проснуться можно. Во-первых, насчет 3 раза 500. Ну как, со следующего года будет 1 500. Это минимальная зарплата 500. Так что 1 500 уже есть. Сейчас нужно ожидать других 500. Ну так, насчет второго вопроса. Во-первых, я бы хотел сказать, что там есть криминальные, скажем, расследования насчет каких-то депутатов. Есть тоже спор между двумя странами, где нету криминального, где есть цивилпросы. И это немножко по-другому. Но нужно понять, что человек, любой человек, даже тот, который задает вопрос, он не виновен, пока доказан, что виновен. Я понимаю, что это ваш ответ, да? Да. По поводу выборов в самоуправлении, на которые сейчас идет в том числе ваша партия, и учитывая, что вы были депутатом Рижской думы, вот сейчас перемены в Рижской думе, насколько вы считаете, как изменилась ситуация, насколько вы оцениваете то, что сейчас происходит, какие важные, может быть, приоритеты, советуетесь, консультируете ли вы коллег своих по партии по вопросам городского строительства? Ну, слишком рано говорить, что происходит насчет измен, потому что очень мало времени прошло. Но я хочу сказать, что у Риги сейчас есть надежда, но будет ли она плотчина жизни или нет, это большой вопрос. А что этому может помешать? Люди, как всегда. Если те люди, которые заняли пост, не смогут воплотить те, скажем, то видение, те намерения, то, конечно, ничего не произойдет. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Вы, когда были прошлый раз на балконе, вам был задан вопрос, что такое порядочность. Вы сказали, надо подумать. Вы подумали, можете ответить, что такое порядочность. Спасибо. Если можно, еще один раз я... Подумайте. Я не понял, что такое порядочность. Ну, конечно, мы можем начать философическую часть, но это будет долго. Хорошо. Как один священник сказал, если вы хотите, чтобы я два часа говорил, я могу сейчас. Если вы хотите, чтобы полчаса, дайте мне три дня подумать. А если вы хотите, чтобы пять минут, то дайте мне неделю. Хорошо. Вопрос пришел еще по поводу денег ЕС, которые выделяются Латвии, в том числе Латвия получает на борьбу с COVID. Вот судьба этих... Ну, вот можно ли прояснить, вот если... Куда идут эти деньги, вот если из фондов ЕС на борьбу с коронавирусом и последствиями, экономическими последствиями коронавируса? Сейчас еще битва за этих денег. Они еще не пришли, сейчас только намечаются на бумаге. Ну, как они будут? И что? Ну, вот это еще будущее. Это на следующие передачи, я надеюсь. То есть тема следующей передачи. А действительно ли получается... Ну, известно ли объемы, или это тоже вопрос дискутируемый? То есть в каких объемах Латвия может получить такого рода помощь? Не, ну, в общей сложности на следующий период, который будет семилетка, ну, в Латвии получит около 10 миллиардов, включая этих COVID-денег. Ну, как это все будет воплощаться в жизнь, я сейчас не буду самым компетентным годальщиком будущего. Ну, тогда это будет действительно тема для следующей программы. Большое спасибо глава финансовой комиссии СИМа, депутат СИМа для развития ЗАМ, от партии для развития ЗАМ. Артенч Бондарс был сегодня с нами на прямой связи. Спасибо с нами. Воплощаться в жизнь. Я сейчас не буду самым компетентным... СИМа для развития ЗАМ.